Интересно о важном. Компетентно об актуальном. Неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке Радио России Псков. Анатолий Тиханов. Я попытался подсчитать по интернету. У меня получилось 18 книг ты написал. Автор 18 книг. Я не читаю публицистики. Сейчас с последними будет, наверное, 20. Уже 20, да? Да, уже будет 20. Но еще плюс, наверное, 30-40 составил. Ага, да, да. Вы состоитель еще. Да. Вот скажи, пожалуйста, когда ты почувствовал, что ты пишешь, не просто бумагу мараешь, а почувствовал, что ты литератор, это уже серьезно, что это на всю жизнь? Ну, знаете, даже я могу сказать точно, потому что в 90-е годы мне повезло, и у меня был духовным наставником притерий Валентин Мордацов. Да. Он, батюшка, был простой, но книжный, потому что он всю жизнь занимался тем, что делал выписки из книг сутиотеческих, и потом это стало основой многих книг, которые сейчас продаются. Он в комно, да, служил? В комно, да, в комно. Вот мы из 92-го года начали к нему ходить на службы, духовно окормляться. Я в ту пору стал редактором вестника Псковской епархии «Благодатные лучи», и как-то вот отец Валентин ко мне присмотрелся и говорит, «Игорь, тебе надо более глубоко вот идти в этом направлении, давай-ка пиши что-нибудь». Хватит журналистика заниматься. Да, да, да. Я вот сначала стал делать календари такие толстые, православные, а потом начал писать, и как-то пошло, все поехало, хотя, наверное, до этого я, собственно, таких мыслей не имел в голове. Ну, вот, с Божьей помощью, видно, у Бога был свой какой-то промысел об этом. Чем ты начал писать? Ручкой вначале? Нет, я вот начал уже работать на компьютере. А, уже на компьютере. Нет, хотя, конечно, писал я много ручкой, поскольку компьютера у меня тогда не было. Я помню, ходил даже к отцу Олегу в храм, у него был компьютер. К Тевору. Да, и мне разрешали им пользоваться, я там работал на компьютере. Потом все-таки с Божьей помощью приобрел свой, стал учиться. Ну, нет, от ручки я, конечно, долго не отказывался. Вот сейчас я уже большую часть все-таки на компьютере делаю наброски, делаю какие-то планы, пишу. Раньше делал это все от руки, писал, но постепенно настолько втянулся в эту жизнь. Ну, я прямо спросил, есть писатели, которые принципиально пишут ручки, говорят, так лучше думается. Ну, да, я тоже думаю, что в ручке что-то есть такое сакральное, что связывает тебя с текстом. Случайно человек не приходит к литературе, как ты, да, вот, как говоришь, как вот Бог подвел, да? Ну, да. Он подвел на этом поприще тебе идти. Вот то, о чем ты пишешь, это есть ответы на те вопросы, которые тебя самого мучают, и которые ты вот через свои книги сам себе отвечаешь на вот эти вот проблемы современности. Так что часто и бывает, кстати, что писатель пишет о том, о чем он хотел бы сам узнать бы. И вот в процессе этого писания он эти ответы как бы получает. Вот у тебя как? Ну, отчасти это так, конечно, потому что сюжеты, ну, по крайней мере, если говорить о мне, то я черпаю их из жизни, которая кипит вокруг меня, потому что жизнь порой настолько удивительная, непредсказуемая, что не надо ничего придумывать, она сама тебе подскажет, сама тебе покажет. Вот только правильно использовать эти сюжеты и правди и удоносить их до читателя, чтобы как-то в нем вот это звалось. Ну, вообще, по большому счету, конечно, писатель пишет всегда о себе, поскольку никого так близко и хорошо, как себя самого не знает. Конечно. Поэтому право Куржава, который говорит, что из собственной судьбы, я выдергиваю по нитке, действительно приходится выдергивать, даже раздергивать, и чувствуешь себя опустошенным. Когда какой-то большой труд закончишь, роман, например, да, чувствуешь, что все, ты все, что мог из себя уже вытянул, выдал. Вот. И потом надо снова наполняться каким-то образом, с кем-то общаться, ишь какое-то общение, какое-то интересное, потому что надо заполнить то, что ты выложил, выдал на гора. А долго пауза эта-то возникает между книгами? Ну, сказать трудно, бывают периоды, да, у всех писателей бывают периоды, когда не пишется, когда вот какой-то такой, ну, хвостовый ход такой наступает в творчестве. Ну, а бывает, что идет все само собой, ну, во-первых, у меня вот так происходит, я долго обдумываю каждую книгу, я сначала себя ношу, могу это делать месяц, могу делать даже год, и потом она как-то вот переварившись в какую-то субстанцию сначала, да, потом она выливается у меня уже в какие-то формы, вот, и быстро уже, тогда работаю уже быстро. А это какое-то событие вот дает сюжет, или просто спонтанная мысль какая-то вот бывает? Очень часто сюжеты у больших, например, писателей, когда читаешь, вот, они просто где-то совершенно случайно возникают, чья-то фраза, например, брошенная. Ну, Толстой написал, ну, корейно прочитал объявление о гибели женщины под колесами паровоза, и, как правило, вот эти сюжеты, они так и возникают. Это, видимо, такая закономерность, вот у тебя как? Да, точно так же, поскольку, вот, однажды, по-моему, написал рассказ, и как-то вот остановился потом, из этого рассказа вырос роман и повесть, то есть рассказ не получился, зато вышел роман. Ну, правильно. И вышел повесть, да. И зачастую, когда ты пишешь, вот, опять же, говорю о себе, сколько не знаю, как это у других, хотя знаю, конечно, читал, но, тем не менее, себя знаю лучше, не знаешь, что будет дальше, по большому счету. Роман сам ведется за собой, повесть. Да, да, да. Они сами себя увлекают куда-то, появляются новые герои, появляются новые мысли, новые слова, которых ты даже вроде бы и не знал, и не помнил, но вот они появились, и вышли в свет, как-то помимо даже тебя. Не случалось там, как у одного крупного писателя, что у него даже слезы появлялись, когда ему пришлось убить главного героя? Такого не случалось, да? Ну, где-то так, да? Да, где-то так, да. Вообще, у тебя круг знакомых был очень хороший, и Валентин Мордасов, это был первый, да, по-моему, герой твоей книги? О нем, да? Да, я о нем написал первую повесть, о нем написал и повесть, потом я писал очерки о нем, и я стал его биографом, и стал осваивать его материал, который вот он накопил духовный, то есть его проповеди, проповеди были записаны на бутафонную пленку, я их расшифровывал, обрабатывал, и вот вышло, по-моему, четыре книги у меня вышло, его проповеди отца Валентина, ну, а его поучения, которые были записаны в тетради, у него очень много тетрадей, буквально после его смерти матушка передала целую коробку тетради, это вот плод его жизни духовный, труд такой, потому что в ту пору, в советский период, вы знаете, не было никакой литературы, не было никакого просвещения духовного. И Библию не достать было. И Библию было не достать, и Евангелие было не достать, а он переписывал эти труды, поскольку священник, у него какие-то книги были, вот, и он переписывал в тетради, и потом это все делали фотографии там какие-то, раздавали все это людям, ну, вот такое духовное просвещение, то есть от него исходило еще в тему, даже в советский, за это его там и наказывали, там, снимали с приходов, переводили на какие-то другие приходы, как будто там тему таракань перевозили, но, тем не менее, все-таки, вот, Господь вывел его в ковно, такой вот, последний рубеж, самый важный, где он вырос уже в такой духовного колосса. Это в храм святого Георгия. Георгий Победоносцев. Георгий Победоносцев, да. По-моему, сейчас туда ходят люди, вот, к его могиле, он же там похоронен, да? Конечно, я туда часто езжу, и мои домашние, мои родственники, мы туда приезжаем помолиться, там, у батюшки что-то попросить, потому что, правда, чувствуешь, что вот отзываются, отзываются, чувствуешь помощь, да. И Николая знал Гуянова? Да, знал хорошо, я же в ту пору был редактором «Благодатных лучей» с 93-го года, у меня отец Николая благословил, там такая история была. Даже отец Николая благословил? Такая была история, сначала я написал письмо отцу Иоанну Крестьянкину в 92-м году, ну, вот, знаете, есть такой период неофитства, когда приходишь в церковь, приходишь, да, только из жизни какой-то такой мирской, светской, далекой совершенно от всего духовного, церковного, и в тебе как загорается какой-то огонь такой, ты мечешь, не идешь, а бежишь по жизни, тебе хочется все сделать, тебе хочется всех спасти, всех просветить. Да, 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 научить. И хочется делать и то, и то. Вот я написал, написал Иоанну Крестьянку мне письмо, что вот я такой человек такой есть, да, вот у меня семья, и вот я хочу много сделать, и у меня есть желание построить храм и газету такую очередить на вскосной земле, потому что нет такого, ну, издания православного, оно нужно людям. И он мне отвечает, что, ну, я сказать, ты мирской человек, ты не монах, живи, делай малые такие добрые дела, малые шаги, ходи в храм, забудь-то про строительство какого-то храма, забудь-то про вестник, это, мол, другие сделают, а ты живи, вот, ну, у меня такая была теория малых добрых дел, вот Саня Крестьянка, ну, то есть малыми добрыми делами человек должен спасаться, не замахиваясь на большое там, потому что сейчас ты замахнешься, разочаруешься, и все, и потом остынешь, ничего не сделаешь, ну, как-то меня все-таки это не остановило, я поехал сначала к отцу Валентину, потом к отцу Николаю, отец Николай меня благословил, сначала работать вестником в Псковской епархии заниматься, владыка меня тоже благословил, так получилось, и вот появился вестник в Псковской епархии «Благодатные лучи», может быть, ты помнишь, да? Да, конечно, да, да, в 90-е годы, да, у меня даже дома что-то есть, опять же, 6 лет я был редактором, ну, и попутно возник храм Воскресения Христова в Ролицах, который в этом году перешел ко мне в руки, я приход возглавил как староста, как представитель Приходского совета, и вот мы храм этот построили за 2 года, то есть получилось, что и я нагушил старческое благословение, и храм построил, и газету открыл, а мы со Санской епархии переписывались, у меня 6 писем от него получены, большие писем, вот, и он мне пишет, это я тебя испытывал, отвечает мне, что я тебя запрещал, но... А вы только переписывались, не встречались никогда? Да, вот так получилось, что мы не встречались, я к нему ездил, как-то порой хотел попасть, он был однажды болен, однажды был очень занят, так издали, конечно, я видел его на службах, ну, близко вот, но по письмам мы были знакомы. А Николай Гульянов, значит, общался, да? Ну, конечно, я много раз с ним учил. Ну, какой он, блин, я не сказал, что это за человек был? Я вот расспрашивал людей, которые знали близко его, ну, которые жили с ним, земляки, вот, там говорили, да, он для нас дедушка Николай, дядя Николая был, вот, но вот этот его правительский, вот эта его способность, они рассказывают, поражают просто, конечно. Ну, даже, понимаешь, есть такое нечто невидимое, вот, называется благодать. Да, да. То есть, вот человек, который стяжал такой дух, вот как, помнишь, у Серафима Царовского, да, его историю, сослушка его, когда тот учил его, показал ему себя у слави Божьей, и сказал, что стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Он сам дух мирен стяжал, Серафима Царовского, к нему приходили там ежедневно десятки тысяч человек в последние годы жизни спасаться, потому что они чувствовали, что вот этот человек имеет силу. Даже было слово, и так важно его, а важно его само присутствие рядом. Так отец Николай, вот он выходил на крылечко, так, как солнышко сходило сразу. Он седой. И всем хорошо было. Углубался, всем хорошо, всем весело, все забывали. Я только сколько раз сам испытывал на себя, приезжая с какими-то вопросами к нему, а увидишь его и забываешь про все, просто смотришь на него так. Ну, вот одно то, что стоишь рядом, это уже хорошо. А ты в своей жизни часто таких людей вообще встречал? Ведь не обязательно быть там вот таким святым, как Николай. Ну, вот просто по жизни такие люди. Да, конечно, встречал. И вот, ну, опять же, нам повезло, наверное, какое-то промысло Божие. Мы когда первый раз пошли в храм Жен-Мироносец, на первую службу я прошел. Жена пошла раньше, пришла, потом меня повела. Это было там, по-моему, 21-й год, конец 91-го года. И мы встретили по дороге женщину, она тоже шла в храм, пожилая такая, грузная, старушка. Сама идти не могла, опералась на детскую коляску, там кирпичики лежали. Ну, это был такой костыль у нее на колесах. И вот мы как-то с ней познакомились, потом проводили до дома ее и стали часто к ней заходить. Она была такой кладезь духовных всяких историй. Она очень много рассказала про старцев. Она сама знала Симеона Пскова-Печорского, который она еще прославила. И отца Николая, и отца Валентины. И у нее сын был священник. Он скончался в Невеле. И внук был архидиакон, служил он в Питере еще с митрополитом Иоанном, с Нычевым служим. То есть такая семья была глубоко духовная. И вот через эти разговоры, ну, очень многое в нашей головах прояснилось. Мы стали глядеть на жизнь по-другому. И мы с ней съездили там и в Палкино, блаженная Анастасия Струблицкая, потом о ней написала блаженная. И вот к отцу Николаю поехали тоже после того, как с ней поговорили, познакомились. Ну, и к отцу Валентину тоже. Она тоже, в общем, она познакомила нас со всеми. И ввела нас в мир вот эта чудесная православная вера. Видишь, как тебе по пути все время такие люди попадались. Вот она нам говорила, что дорожите встречами, что все встречи в жизни, они не случайны. Господь дает это либо для вразумления вам, либо чтобы вам помогли, либо чтобы вы кому-то помогли. Да, да. Это когда мы уже проживем так прилично, мы это понимать начинаем. Вот я такую фразу у тебя нашел. Вот что-то сказал. Если я раньше пытался выступать с прямой проповедью каких-то высоких православных идеалов, а теперь понял, что это не действует. Читатель это отторгает. Нужен подтекст. Что ты имел в виду? Ну, нужно самой средой повествования создавать вот этот момент наручительный. То есть не надо говорить, что надо ходить в церковь, надо лоб крестить и быть хорошим. Надо, чтобы это чувствовалось через саму ткань повествования, чтобы герои своей жизнью, своими какими-то диалогами, даже не связанными напрямую. Вот у Пушкина, например, у него ведь вообще, часто слово Бога вообще не употребляется. Да, да. То есть все его граждане, они глубоко православны, глубоко народны, глубоко. Вот это сила его таланта, сила его понимания, она именно дарила такой, ну, скажем, момент воспитательный. А ведь проза она должна нести в пункт воспитательный, в первую очередь. То есть тебе пришлось как бы перестраиваться к писателю, да, уходить? Ну, конечно, сначала как ушло неофитство, ушел этот огонь, потому что потом надо трудиться уже было. Сначала было легко все, и поститься легко было, и молиться легко было, и храниться. А потом, становится труднее, Господь отнимал силу благодатную и говорил, надо самому все делать, иначе какая тебе будет заслуга, если ты бы сделал все с моей помощью, без своего труда. Вот трудись, а самому намного труднее уже. Да, это и у святых отцов это тоже скажешь. Вначале поможет, а потом тебе само придется. Вот у тебя во многих книгах присутствует ангел-хранитель. Книга такая у тебя есть, ангел беспечальный, главный герой видит свет, ангела-хранителя. Идея такая, что счастье не во внешнем благополучии, а во внутренней чистоте. Вот ты к этому приему очень часто прибегаешь. Это какое-то твое личное, да? Ну да, вот моя мама, она не была человеком церковным. Отец мой вообще крестился уже в будущем взрослом, потому что он родом из города Дьящика, в Брянской области. Там храмов не было, их все уничтожили, большевики. А мама мне с самого детства говорила, сыночек, помолись у ангела-хранителя. Что-то было у него такое представление о важности именно ангела-хранителя. Я вот с детства это запомнил. И для меня ангел-хранителя было, ну, что-то такое, какая-то сила, к которой я постоянно обращался. Какая-то трудная ситуация. Я совершенно не знал ничего о вере православной, не читал Евангелие, был еще ребенком. Ну, возникают ситуации какие-то. И ты молишься ангела-хранителя про себя, как мама научила. И вот с этого пошло какое-то особенное отношение к ангелу-хранителю, и вот ко всему этому духовному пространству. И поэтому я, естественно, не могу это упустить в творчество. Духовное пространство для тебя такая же реальность, как и физическая, да? Да, естественно, естественно, да. Я связался с твоими друзьями, которые тебя хорошо знают, ну, попросил сказать пару слов о творчестве тебе. Вот первый у меня был звонок великолупскому прозаику Андрею Канавчикову. Мы сейчас послушаем, что он говорит. Я могу вот уверенно сказать, что вот к своей юбилейной дате писатель Игорь Сполькин, Игорь Изборцев, он подходит сложившимся ярким мастерам. Читатели России и всего русского мира, наверное, ценят книги Игоря Александровича за их глубину и гуманизм, за следование великим реалистическим традициям нашей литературы. Вместе с героями его книг делают тот вечный нравственный выбор, что всем нам приходится делать ежедневно. Ангел беспечальный, всего лишь пепел, великий, чужие пусть уходят. Это хороший русский язык и неизменные боли сострадания за окружающих людей. При этом очень важно, что писательский дар Игоря Александровича отмечен неизменным православным духом. Отдельно хотелось бы мне лично выделить его ежегодные книги для семейного чтения, составляемые писателем из святоотеческих писаний и духовной литературы. С одной стороны, он оперирует чужими текстами и вроде бы умаляет себя свое авторское начало. Но с другой стороны, так уверенно и постоянно происходит православное писательское служение, умножение вокруг себя территории добра, как говорится, пребывая в том, чему научен. Мне лично, если попробовать что-то выделить из его книг, очень дорог сборник о тех, кто идет впереди. Это фактическая энциклопедия обо всех святых и подвижниках православия на Псковской земле. Игорь Смолькин собрал здесь воедино все воспоминания о наших святых людях и фотографиях заветы. В едином этом сборнике получают очень мощное, концентрированное выражение силы русского духа и абсолютно предметное понимание того, почему Русь является святой, а наша великая земля никогда не покоряется никаким захватчикам. Игоря Смолькина, конечно, читать нужно, и его читают. Андрей Борисович, скажите, а вот вам не кажется, что вот в этом потоке литературы современной российской, там вот где Клевин, Сорокин, он такой выглядит, такой белый вороный? Нет, я думаю, здесь надо различать вот собственно литературу, русскую литературу, ту великую нашу классическую литературу, которую Игорь следует, и то, что можно назвать писательским проектом, издательским проектом. Люди часто думают, что они выбрали определенного писателя, но этого писателя за них уже выбрали денежные мешки, которые рекламируют на каждом углу, постоянно, напористо. А вот если мы говорим именно о литературе, то Игорь Александрович вот именно относится к таким писателям, которые занимают достойное место, и это место именно находится среди настоящих русских творцов. Этим писателям надо пробиваться, но они не привыкли работать локтями. Это другое совершенно отношение к слову, это служение слову именно, а не реклама, не коммерция, неготовность сделать по одной книге, например, в два или в три месяца. Вот так он сказал, Канавщиков. Я упомянул Пелевина и Сорокина. Вы читали их вообще-то? Конечно, читал. Пелевина и Сорокина. Не так же. Ну, даже, может быть, один роман Пелевина, мне понравился, Чапайка, Пустота, один из первых. Потом, более позднее, уже читать было трудно, а последнее вообще невозможно просто из-за того, что атмосфера, которую он там создает из-за языка, из-за грязи, которую он льет. Может быть, ему это приятно, но... Ну, это коммерция еще. Ну, знаете, есть такое выражение, я не писатель, я читатель. Но все равно, что ты читаешь что-то, да? Какие-то книги тебя поддерживают? Так, с трудом, конечно, читаю. Сорокина читал, там, Голубой салы, что-то там еще какие-то. Ну, трудно, тяжело, поскольку себя убиваешь такими текстами, просто потом трудно выйти даже из твоей атмосферы, в которую погружаешься. Это верно. А каких авторов перечитываешь? Ну, перечитываешь, знаете, может, я удивлюсь, там, я люблю Геродота, например, я его полюбил. Историю Геродота, да? У юной Егоры. Геродота, историка Геродота. История, так и называется эта книга. Да, я ее перечитываю, поскольку настолько я ее знаю неплохо, историю помню даже, да, и меня эти великие фигуры прошлого, они меня выдушевляют, там, и Киры, и все эти персидские, да, 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 ну, и, конечно, Александр Македонский и так далее. Ну, это все как-то укладывается со мной потом в дальнейшее развитие христианства, поскольку они, христианство вышло все оттуда, там же стоял алтарь неведомого Бога, то есть они почувствовали вот это его появление, его правду в христианстве, оно жило и у них, вот, и поэтому потом, ну, вполне логично, я как бы все это плел, я, кстати, упоминал сейчас такие исторические какие-то нюансы там в своих книгах, вот, рассказывал, мне очень нравится история царя Креза, который был богат, о нем даже говорили, а вот его судьба дальнейшая, она плачевна, помните, как он гордился своим богатством, и даже к себе пригласил Солона, известного философа, одного из семи мудрецов, да, вот, античных, и показал ему свое сокровище, показывал несколько дней, и он спросил, ну, кто самый счастливый человек, по-твоему, и тот назвал совершенно другого человека, какого-то там фенянина, потому что он дожил до старости, там дети его, видел смерть своих детей, и стал погиб в бою, ну, а второй-то кто? Он опять назвал не его, говорит, а как же я-то, вот, ты видел мое богатство, ты сначала доживи, жизнь до конца, и пускай люди скажут в этой могиле, что этот человек прожил счастливую жизнь, и действительно, пришел к Кире, и все попросил. богатство Кире стало таким нарицательным по понятию. Я прочитал твою книжку «Чудеса болотные». Вот, прочитал до конца, и как-то немножко вот она здесь вот, огорчился. Да. Уж больно она короткая. Да, очень хорошо. Тут, дело в том, что чувствуется влияние Булгакова, моего любимого писателя. Вот, мне понравился этот сюжет, это вот, понятно, что Псков там, паровозный переволок, эти события, этот персонаж, который как бы вроде бы и волн, но мне кажется, это какой-то ангел-хранитель, этот дедок, который исполняет все желания, кому надо исполнить, творит справедливость, опекает слабых, наверное, я так думаю, что это, наверное, все-таки это ангел-хранитель. И само, само вообще построение, вот эти силовики, которые внезапно появились в доме этого мальчика, это есть у Булгаков, когда тоже там явились, нехорошая квартира, очень все похоже, вот, это о чем книга? Ну, это вообще-то книга о моем детстве, я писал, собственно, о себе, это вот мое детство, это, я поэтому и передал, вот так, без каких-то лишних там упоминаний там о православии, о вере, поскольку я тогда тоже об этом ничего не знал, но тем не менее, я же ждал чудо, ждал какой-то частоты, добра искал, вот, читал книги. Это то, что, я так понимаю, что это, там показано то, что каждый человек ждет, ну, там с позиции мальчика, да, с позиции мальчика. Ну, я тоже мечтал встретить такого человека, а вот мой герой, его встретил, конечно, это ангел, это носитель добра, но нет у него никакого зла, вот. Мне очень понравилось, а как вы вообще к Булгакову относитесь? К нему-то православный не очень? я был положительный, поскольку я его прочитал, ну, раз шесть, наверное, или семь, еще первый раз прочитал, когда учился в шестом классе. Да. Ходил в библиотеку, там, в подвале, в книгхранилище ее выдавали только там, и даже читали, зал не выдавали. Это «Мастер и Маргарита»? Мастер и Маргарита. Журнал, журнальный вариант, да? Нет, тогда уже была книга, которая вышла в 67-м году, книга такая толстая, для Крущевина еще, по-моему, утепли, потом я эту книгу куда-то прикрыли, ее не было нигде, но она была в библиотеке только в книгхранилище. Да, а первое, что я прочитал в Москве, в журнале, еще раньше. Кто-то мне там из друзей дал почитать, потом я книгу нашел, там более полный вариант, как вы помните, да. Ну, я почему спросил Булгаков? Ну, вообще я не... Говорят, что неправославный, вот это, вообще понятие вот это «православный, неправославный» такое, мне кажется, придуманное критиками, или просто... Ну, естественно, если ты говоришь себе, что я православный, там, и поминаешь слово «бог», там, слово «церковь», это тебя не делает еще православным. Да, да, но по крайней мере... Любой писатель, он как бы все равно в позиции определенных пишет. По крайней мере, я думаю, что и я, и многие другие узнали о Христе, я о Евангелии именно от Булгаков узнал. Сколько не было других источников, и многих это подвинуло как раз на какую-то путь к вере. Да, это верно. Ну, мне особенно нравится мне еще Белая Гвардия. Белая Гвардия, конечно, это... Да, чтобы было более понятно Белая Гвардия, у Мастера Магарита. Я, конечно, никогда не стремился ему подражать, и даже мыслей их не имел, но, может быть, это под спудом, где-то под сознанием. Ну, вот в чудесах болотных, если подражал, то он хорошо подражал. Мне понравилось, честно говоря. Вот ты как сказал, что Гарри Поттер и Чикатило, это, ну, почти одно и то же зло, только в разных ипостасях. Я правильно понял тебя? Ну, где-то, может быть, в большом счете, да. Но это вот такая хитрость, такая, да, вот есть, как бы, есть поле зла, да. Мы поле добра вообще убираем из жизни, мы оперируем только с полем зла. И вот говорим, это зло плохое, а это зло хорошее. Да, такое. Это такой вот обман, то есть, то же самое зло, только оно наляжено в какие-то там, какие-то одежды, какие-то красивые. как волон, например, да. Ну, как волон, да, я часть той силы, которая вечно хочет зла, вечно творит благо, тоже такой обман, такой красивый. Это, я обычно это переделываю, пишу, я часть той силы, которая вечно хочет зла и вечно его творит. Вот это правильно будет, наверное. Да. Вот цитация. Ну, точно так же и здесь, Гарри Поттер, это тоже зло, которое вот нарядили, этих колдунов, которые, собственно, ну, что от жизни хотят? Ничего доброго они в жизни не несут и поэтому там какая-то мимикрия такая, приспособление под добро, они вот притворяются. И вот, тем не менее, вот эта книга пользуется большой популярностью, у нее огромные тиражи, миллионные. Ну, вот, вы хотите сказать, что это такое лукавство, да, что обман происходит? Лукавство духа, но человек, они человека соблазняют. Соблазняют. Человек тоже мечтает о том же, мечтает получить какие-то способности, мечтает попасть в то, какую-то ситуацию. Дети растут именно на этих мечтах о Гарри Поттера и об этой школе волшебников, да? О волшебной палочке, О волшебной палочке мечтает. Они не думают о реальной жизни, о том, что надо реально делать добро какое-то, надо помогать людям, помогать себе самому, в первую очередь, тоже спасаться. Они волшебники все. А что тебя вообще вот в этой жизни тревожит? Что ты считаешь, что у нас неблагополучно, что нужно изменить? У нас очень много неблагополучных, но у нас из жизни исчезли нравственные императивы, то есть человек живет в эпоху постмодернизма, опять же, когда зло превращается в добро, и все ориентируются на зло, то есть нету ничего, постоянно, вот как бы были абсолютные вершины, был Бог там, были заповеди, были какие-то нравственные, категорические императивы, которые не менялись, которые человек всегда мог опереться. А теперь этого нету, теперь человек с мерами всех вещей, была такая школа протаговора Великого Софиста, которая сказала эту формулу, что человек с мерами всех вещей, существующих в том, что они существуют, и не существующих в том, что они не существуют, то есть как человек захочет, так собственно и будет, потому что он мер, другой меры нет, а мы же живем в мире христианском по другим представлениям, что у нас есть Бог, и все меряется оттуда, от этой вершины. Ну да, ну и писатели тоже, мне кажется, сейчас литература в поиске, я имею в виду российскую литературу, в большом поиске тоже ищут, тот же и Пелевин, наверное, и Сорокин, это как попытка, даже Акунин, наверное, с натяжкой, может быть, можно сказать, они тоже ищут какие-то новые формы, но пока еще, мне кажется, литература не определилась, о чем писать, к чему обращаться, о чем говорить. Мне кажется, вот в наше время как раз должны какие-то были такие, появиться писатели такого масштаба, Достоевского, потому что переломное время, и кажется, могли бы быть такие вот. ну во-первых, мне кажется, что... Почему-то они были в советское время, да, вот их много было, а потом когда сказали, пишите что хотите, они куда-то исчезли. Они просто растворились в этой паутине бытия, то есть они, может быть, где-то и есть писатели, я знаю очень хороших писателей, но дело в том, что тиражи книг там одна, две, три тысячи, и эти книги никуда не попадают, и никто их не читает. Если где-то публикуют какие-то журналы, такие вот правильно ориентированные, там скажем, там «Наш современник», там, да, или «Москва» журнал какой-то, это тоже никто не читает, эти журналы, они тоже маленькими тиражами выходят, и даже в интернете те сайты, где публикуются эти авторы, тоже мало посещаем, поскольку это неинтересные люди, им интересно все что-то другое. Поскольку, чтобы быть добрым, надо трудиться, а чтобы быть злым, это проще, ты просто в погоде отпустил и все, и не сесть куда хочешь, и наслаживайся жизнью, бери от него все, а чтобы быть хорошим, надо в горы постоянно подниматься, это какой это труд, кому охота трудиться все, ведь труд, он потерял смысл, раньше труд был ценен сам по себе, то есть крестьяне строили свою жизнь вокруг труда, то есть у них не было понятия об отдыхе каком-то хорошем, о Куршавеле, о поездке за границу, а теперь люди работают для того, чтобы потом хорошо отдохнуть. Съездить на Куршавеле. Да, съездить на Куршавеле. То есть труд это какое-то подспорье для получения наслаждения, какой-то такой дикий гедонизм, который даже не было в античные времена, то есть Рим от этого погиб под гедонизм, потому что люди погрузились, эти представления русскими, они забыли о патриотизме, забыли о Турзе, за них работали рабы, воевали наемники, варвары. Да и Греция тоже, Платон их предупреждал, вот этот миф об Атлантиде, что вас ждет, то, что будете жить как Атлантиде. Ну, это сегодня, пускай, то же самое, мы не понимаем, что мы тем самым себя предаем просто смерти своего государства. Вот что еще у нас подспудно живет, вот я удивляюсь, да, вот подвиг Шестарова-то. Обычные ребята, которые ведь не воспитывал никто и не учил каким-то там, примером, добра, там даже, наверное, о военной истории они ничего не знают, в Великой Отечественной войне. Конечно. Да, и тем не менее, вот что-то подспудно у них жило такое, что позволило им совершить подвиг. Ну, это в генах, наверное, наши живется, да? Да, но это ведь кончается, это скоро все выхлестится, потому что современные пропаганды, там, контрпропаганды добра и так далее, вот этим постмодернизмом, все это постепенно будет вытолкано, вытеснено, прочь. А то, что останется, оно просто сделает нас глубоко несчастным народом. Вот, наверное, очень пострадало от этого постмодернизма, от этого поколения, наверное, 90-х годов, да, сейчас-то вот как-то поглотились, стали работать с молодежью, все же очень активно. Ну, это просто здоровая реакция государства, которые понимают, что иначе оно просто погибнет. Помнишь, как армию запустили, а потом поняли, что без армии-то все-таки нельзя. Да, да, так ее не просто запустили, ее стали даже травить. То есть, ну, считается, что мы теряем менталитет, но я думаю, что у нас были разные времена, и ничего, мы выходили, потому что у нас такая история, у нас такая, ну, генетика, что ли, есть память историческая, когда уже доходили до дна, все равно находились люди, и появились какие-то новые обстоятельства, которые позволяли стране подняться, воспрять. Вы же помните, у нас история крайне сложная, очень кровавая, да. А вот как ты думаешь, писатель вообще может изменить мир своими книгами? Да он не только может, он должен это сделать. Это я обязанность, об этом еще Гоголь говорил, что писатель признан не для того, чтобы кого-то развлекать. Ну, я не помню буквально эту цитату, но что он об этом Горько пожалеет потом, с него спросится, если он просто пишет свои произведения, как бы там, ну, ради праздности, там, ради развлечения, ради удовольствия, чего-то. Нет, он должен воспитывать, он должен призывать к чему-то высокому, к чему-то, к чему-то людей обязывать должен, потому что, ну, кто еще, если не он? Чей голос, ну, мы же знаем, знаем те предыдущие века именно по произведению нашего золотого века, да? Тех писателей. Потому что они нам оставили такую картину широкую, писали правдиво, писали как-то, ну, внятно писали там, никому в угоду, я имею в виду настоящую классику русскую золотую. А теперь вот, какое представление получат о нашей реальности сегодняшней, нашей потомки, которая прочитает сегодняшнюю литературу, того же Пелевина, того же Сорокина, что они, что в их умах может возникнуть? Помните там рассказ какой-то есть у Сорокина, где родители съедают свою дочку? А, называется Настенька. Ну, что они, какое было представление? И так все написано хорошо, так как-то даже талантливо, красиво, он тоже словом владеет даром, да? Такой антураж такой, да? Вот они положили ее и съели. Ну, это же чудовище-то. Слушай, а ты когда-нибудь в своей книге так вот берешь с полки, перечитываешь, ну, смотри, бывает на расстоянии-то... Нет, ну, иногда просто это необходимо для чего-то там, чтобы что-то вспомнил, чтобы что-то там написать и так далее. Ну, а так-то я и так их помню. Наизусть? Да нет, наизусть нет, конечно. По памяти уже... Второй человек, с которым я позвонил, чтобы он сказал, у вас пара слов, это директор музея-заповедника Михайловска Георгий Васильевич. Давайте послушаем, что он сказал. Я вот сейчас слушал, но как бы не про себя. Это про какого-то Игоря Сборцева или Игоря Смонова. Кадавщиком, который говорил? Который не я, который... Это как вот идешь по улице, вдруг увидишь, что у памяти проснешься перекрестить, скажешь, что ли меня? Так это, ну, говорят... Ну, это же естественно. Да, ну, говорят, но не обо мне просто, а о каком-то... У тебя свой образ себя есть, а он их свой. Да-да. Да, ну вот послушаем, что Георгий Васильевич скажет. Игорь Александрович, часть замечательной традиции, которая в Михайловском разворачивается в Пушкинский праздник поэзии. Наша встреча, как правило, связана с тем, что мы участвуем в оргкомитетах по празднику поэзии. Он представляет Пустьевскую организацию Пскова и добродушный, и радушный хозяин. Игорь Александрович, представитель той действия нашей интеллигенции, которая живет, радуясь, сомневаясь, живет в Боге. Вера, внимание к евангельскому слову. Это то, что пронизывает и его творчество, пронизывает его отношения к родной земле, его произведения. И, может быть, поэтому они настолько современные, одновременно настолько необычные. Любовь к родной земле, любовь к Богу, внимание к человеку. Это все не столько философское, сколько живое, теплое, повседневное. Бытие и в литературе, и в жизни. При этом, имея богатырскую внешность, Игорь Александрович, тем не менее, остается человеком с очень ранимой и глубоко чувствующей душой. И мне кажется, что именно поэтому те успехи, которые есть в работе Псковской писательской организации, те успехи, которые есть в литературной части Пушкутского праздника, поэзии, они, естественно, закономерно вырастают из вот этой совокупности черт, которые мне так дороги в Игорь Александровиче Смолькине. Слово не узнал себя. Это уже какой-то другой совершенно Смолькин. Да вот он упомянул, ты же являешься, руководишь, вернее, нашим Псковским отделением Союза писателей России уже лет 16-17, с 2005 года. Ну, какое бытие наших писателей, где они печатаются, как живем, раньше какие-то выходили на сборники, сказали были. Как и все писатели провинциальные, все, конечно, усечены в возможности, поскольку книги сейчас издаются только за свой счет, счет-то очень короткий у писателей, поэтому книги выходят не так часто, как хотелось бы, очень маленькими тиражами, скучными такими, по 200 экземпляров, по 300, то есть, ну, попадают в очень узком кругу читателей. А так, конечно, они живые, все творцы, живые художники слова, я бы даже не сказал, что кто-то лучше, кто-то хуже, они все молодцы, они все, все именно работают в том русском представлении литературы, в котором живу я. То есть, у нас нет школы Пелевина, или школы Сорокина какой-то, или школы Акунина, у нас именно школа классической русской литературы, то есть, мы все, как вот есть, помните, такое высказывание, Жен Вигюэ сказал, французский, критик литературы, что все мы вышли из образа Кашинеля, да? А вот я вот, как бы это перефразил, что все мы вышли из пушкинской метели. Кстати, вот ты-то живешь в деревне, это что, там легче пишется? Ну, конечно, у меня все лучшее, что написано, я там написал. В Изборске? В Изборске, да. Ну, не в самом Изборске, в деревне, в 3-х километрах, а в Старого Изборске. Ну, вот как день писателя складывается, ты утром встаешь и к столу сразу? Ну, это зависит от разных ситуаций, когда ты работаешь, когда ты. В молодые годы я больше работал по ночам, но сейчас у меня как-то сменился график, цикл, я больше по утрам теперь работаю, я могу встать там 5-6 суток и сесть за работу. И сколько ты пишешь? Сколько часов ты пишешь? Это, опять же, зависит от того. У тебя есть норма, которая? Нет, нормы нет. Это зависит от настроения, вот когда идет, да, можешь сидеть эти сутки, можешь сидеть и больше. Я помню, однажды я посидел за компьютером 43 часа, не вставая со стула. Я вот сел и писал, мне как-то было не оторваться просто, невозможно. Я сидел больше суток. Двое суток почти сидел. Да, почти двое суток, ну, может быть, я там ходил, куда-то по нужде выходил, там, может быть, там чай мне приносили, я пил чай. Ну, от компьютера я не вставал, я работал у вас. Шел текст, да? Не спал, шел текст, да, и сна не было, не хотел спать, но это были молодые годы, тогда была энергия другая, конечно. Ну, в общем, писательство, это еще и физический труд. Серьезно. Знаете, какое испытывание, что-то удовлетворение, когда что-то завершил, как Пушкин лоплинул, Айда Пушкина, это сокил сына. Айда Смолькина, это суть, про себя можешь сказать, да? Бывает пору, хотя, конечно, этот момент такой возникает после, а потом приходит какое-то разочарование, кажется, что-то, что-то дело плохо, и все это не то, и хочется порвать, и сжечь, как это сделал Гоголь, да? Ну, правда, сейчас все это в компьютере, так что. Да не сжечь, да, но можно удалить. Можно удалить, да, да. И сказать об этом всем, что Смолькин написал, а потом взял и удалился. Ну, разные этапы, да, да. Ну, я должен спросить о творческом плане, на чем ты сейчас работаешь, что ты пишешь? 60 лет тебе, что у тебя, какие планы, какие задумки, темы? Ну, я сейчас вот, две книги я издал, я готовил тут долго, эти две книги к юбилею. К славу Богу, они вышли. Сейчас вот, надо поступить из Питера, вторая книга, более толстая, там 600 страниц, и там большая повесть, которая написала в важном периоде своей жизни, когда строился храм в Рыльцах. А это биографическая? Ну, она такая, и такого смешанного жанра, там есть и какие-то моменты публицистики, есть художественные, ну, сейчас так пишут, сейчас так, нарушаем традиции, нарушаем жанры, ну, просто так удобнее, так удобнее писать, как мне так удобнее писать. Вот. Большая повесть, очень я там пишу о многих людях, известных, там Юра Ширяев, там у меня две головы занимает, знаешь, нашего архитектора Юра Ширяева, который храм у нас. Да, да, да. Это, может, радиуслушатели не знают, вы скажите о нем, что он архитектор. Да, да, вот. Ну, поэтому эта повесть важна, я жду эту книгу, как бы снова получил для себя теперь ее, я его сначала писал, а теперь я ее, может, даже маленько прочитаю, чуть-чуть. А работаю сейчас, у меня в работе книга о Пскове, я давно ее начал, это такой, так, это шлетняя история Пскова, ну, в каком-то моем писательском осмыслении, духовном осмыслении, это Псков как дом Святой Троицы, то есть, начиная там от Ольги временной и кончая уже нынешними временами, уже там дошел я до Великой Отечественной войны, в тот период. Это интересно. Осталось немного, осталось немного, но вот надо собраться силами добиться это до конца, эта книга, она тоже будет большая. Начал писать повесть, когда ковид у нас пошел, связанную с этим ковидом, такую, может быть, полуфантастическую, ну, пока еще тоже не завершил, но собираюсь сейчас вернуться к ней, после юбилея к этой повести. Игорь, я поздравляю тебя еще раз с 60-летием, я напомню, что моим собеседником в студии был российский писатель Игорь Смолькин, и ему сегодня, 17 августа, исполняется всего лишь 60 лет. Игорь, творческого тебе долголетия, спасибо. А я заканчиваю нашу передачу, с вами был Анатолий Тиханов, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова